Приветствую вас, и судя по тому, что вы написали, можно сделать вывод. Речь идет о личном пространстве и о том, как вы позиционируете себя в отношениях. Дело в том, что при начале отношений, при вступлении в отношениях, люди жертвуют честью своей личной свободы, своего личного образа для того, чтобы быть ближе к другим человекам. И вот, как получается у вас, что вы, вероятно, слишком сильно сближаетесь со своими девушками, слишком сильно, слишком много времени проводите с ними, как бы, наверное, желаете максимально близиться, иметь максимальное сближение, может быть, все делать в мире исключительно, и, собственно, именно это вызывает у вас раздражение. Дело в том, что, возможно, у вас, по истечению какого-то времени, вы не написали здесь, вот, любите ли вы свою партнершу или не любите, вы тут просто называете ее партнерша, что, возможно, вам просто надоедает в однообразии, то есть вам надо это сменить. И по вашему письму получается так, то, вероятно, вы вкладываете очень много сил душевных, физических в свою девочку, и, вероятно, просто-напросто устраиваете, потом вы чувствуете раздражение, значит, ваши ресурсы восстанавливаются, и вы вновь, значит, чувствуете себя нормально. Если все это так, то вам желательно, очень желательно, вот, ограничить личное пространство свое, которое доступно девочке, и больше времени вам можно проводить не с ней, а наедине, так, ну, не с собой, без нее, так, чтобы вы все-таки скучали по ней. И это будет для вас хорошей рекомендацией, пока вы находитесь, ну, пока вы не женились, да, пока вы, вот, не начались жить постоянно с девушкой. Соответственно, если говорить о долгосрочных отношениях, то здесь, конечно, нужно более подробно разбираться с вашей жизнью, проводить более подробный анализ, потому что на основе имеющихся информации, которые вы себе предоставили, сложно сделать выводы относительно причин, значит, производящих подобное, вы как бы описываете следствие, вы пишете следствие, но при этом вы пишете никаких причин нет. На самом деле, это по вашему восприятию причин нет, а в действительности эти причины могут быть, просто вы их не выменьшаете, вы их не выявляете своим сознанием. И чтобы как можно более подробное описание обстоятельств того, когда у вас возникает раздражение, и когда вновь становится все хорошо, помогло бы более четко понять, что с вами происходит. Также отдельно хочется сказать, что проблема, скорее всего, идет у вас либо из детства, либо из юничества, и представляет собой, по всей видимости, некое, некое такое аффективное, то есть сильное эмоциональное переживание какой-то ситуации в разном возрасте, благодаря которой у вас теперь сформировалось такое вот периодическое поведение. И вот нужно в результате анализа понять, что с вами произошло, что запустило это, с какого момента вот это началось, когда и при каких обстоятельствах это случилось в первый раз, и вот уже именно с первым разом работать так, чтобы помочь вам разобраться в причинах. Разберетесь в причинах, сможете понять в чем проблема и устранить ее. На этом все, желаю вам удачи, всего доброго, если помог вам, то пишите, значит, пишите в личку за дополнительными вопросами. Удачи!